Восемнадцатый раз Минская духовная семинария собрала в своих стенах студенческую молодежь практически со всех вузов страны. Желающих поучаствовать в данном мероприятии, выступить с докладом было столько, что организаторы ввели ограничения, оставив семь десятков докладчиков, третий деликатно отказали. В честь священномученика Павлина была память. И на следующий день мне предлагают поехать в Жировичи и выступить. И как раз с этой темой, мне кажется, это все не случайно получилось. Очень рада здесь находиться, мне здесь очень нравится, очень тепло приняли. И я думаю, все будет хорошо. Хотелось бы передать то, что я прочитала, то, что хотелось бы очень передать народу, то, что хранится в уме. Конечно же, в форуме участвуют и преподаватели ведущих вузов страны. Как отметила одна из постоянных участниц, на прошлом семинаре она не была, а кажется, что отсюда и не уезжала. Настолько теплая и дружеская атмосфера царит здесь. Тема нынешнего семинара – православие и цивилизованный выбор Белоруссии. Сегодня в Минской духовной семинарии по благословению ректора, архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурья, начинает работу двухдневный семинар студентов высших учебных заведений Белоруссии, посвященный тематике «Православие и цивилизационный выбор Белоруссии». Данный семинар приурочен 180-летию Половского церковного собора, на котором значительная часть белорусов воссоединилась с православной церковью. На протяжении 18 лет Минская духовная семинария выступает организатором крупных межвузовских форумов, на которых студенты высших учебных заведений Белоруссии могут встретиться, обменяться своими мыслями, обменяться своими представлениями и рассуждениями о том, какую роль занимает православная церковь, христианство, Евангелие в истории, культуре и духовной традиции нашей страны. Каким должно быть наше образование, наша ученость, наше знание? Он говорит о том, что бывает человек очень образованный, очень знающий, разбирающийся во многом, но при этом он не имеет ни доброты, ни теплоты сердечной. Он, такой человек, может быть, обуреваем страстями, завистью, и тогда его ученость эта ничего не значит. Она подобна лунному свету, а не солнечному. Луна не светит, она только отражает солнечный свет. После молебна в семинарском храме участники конференции собрались на пленарное заседание. Потом продолжили работу в секциях. Со студентами не участвовали только в первом. Тогда время было еще неопределенное. Оказалось, понедавно. Но даже руководство не решило прислать студентов сюда, не зная, какая будет реакция. Но, тем не менее, именно Жировичский монастырь никогда не закрывался. И здесь всегда особый дух. И не только в монастыре, и в самой семинаре. Ваш многолетний опыт и профессионализм позволяют вам организовывать такое масштабное и познавательное мероприятие. Спасибо вам большое за предоставленную возможность вновь посетить СИЕ.